МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Обгинск ТВ. Новости в студии Георгий Розуаев. И Дарья Человекова. Главная тема сегодня. Оформление документов стало доступней. На улице Усачева открылся новый центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Ожидание от 2020-го. Расскажем о событиях, которые ждут Обгинск в наступившем году. Безопасность дорожного движения. На трассе М3 Украина рядом с Обгинском построен надземный пешеходный переход. Дача Морозовы получит новую жизнь. Восстановление усадьбы взяла под контроль Обнинская прокуратура. Сегодня в Обнинске открылось третье отделение многофункционального центра «Мои документы». Расположилось оно в микрорайоне «Солнечная долина» на улице Усачева. В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости. Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, заместитель главы администрации Наукограда по вопросам управления делами Карина Башкатова и депутат Обнинского городского собрания Александр Силуянов. Отрадно, что это новый объект, новое здание, которое построено в самом практически центре нового быстро растущего микрорайона города Обнинска. И важно, теперь в Обнинске у нас три центра, и они так очень грамотно локализованы, территория, которая захватывает отдельно стоящие микрорайоны. И теперь гражданам удобно и бизнесу обращаться в центры по месту жительства, фактически в шаговой доступности. В новом многофункциональном центре будет работать 7 окон приема, 2 окна выдачи и 3 окна бизнес-зоны. Всего будет предоставляться 184 услуги. Он открывается для жителей микрорайона Солнечная долина, для жителей улицы Усачева, для жителей микрорайона Циолковский, который активно сейчас заселяется. Строится и в скором времени будет заселяться парковый квартал, у нас построена улица Усачева, в скором времени здесь будет остановка транспорта, что создаст пешеходную доступность для населения. Единственное, хотел обратиться к администрации города Обнинска, наверное, с пожеланиями на новой дороге, учитывая современные остановочки, которые стоят, быстрее бы они заработали. И надеюсь, что в ближайшем будущем, опять же, для жителей города Обнинска будет запущен муниципальный маршрут, для того, чтобы все-таки у нас пассажироперевозки здесь тоже обеспечивали необходимый поток для посетителей центра. В регионе целая сеть многофункциональных центров «Мои документы». 37 центров, 67 офисов, одна бизнес-зона и Центр оказания услуг для бизнеса. Общий охват населения составляет на сегодняшний день более 90%. Заместитель губернатора также рассказал и о задачах, которые необходимо решить, чтобы усовершенствовать работу МФЦ. В целом задача – это максимальное количество услуг завести в МФЦ, причем это не только услуги государственных и муниципальных учреждений, это еще и услуги, например, энергетических компаний, электросетевых компаний, газовых, которые может человек тоже, придя сюда, написав заявление, получить. Вот это следующий шаг, этим планируем тоже заниматься в текущем году и в последующие периоды. В день открытия новый офис принял первых посетителей. Сеть МФЦ в нашем городе продолжит развиваться. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Обнинск вступил в новый 2020 год и новый период означает, что Наукоград ждет целый ряд значимых событий, которые так или иначе отразятся на жизни горожан. Бюджет Обнинска в этом году рекордный – более 6 миллиардов рублей. Велик объем финансирования в рамках национальных проектов. Один из таких – безопасные и качественные дороги. Ремонт особенно изношенных транспортных путей в городе продолжится. Пока в планах 8 участков дорог, но список может расшириться. Планируется начать строительство школы в микрорайоне Заовражье и детского сада на улице Пирогова, 14. В 2020-м завершится строительство дошкольного учреждения в Солнечной долине. К сентябрю в Обнинске должен появиться детский технопарк «Кванториум» на базе Центра развития детей и юношества. Сейчас ведется проработка цветового решения фасада. Окраска фасадов, как мы считаем, должна быть одним максимум двумя цветами. Это должны быть теплые, свежие, вот такие, не серые, скорее всего бежевые цвета, на которых бежевые, может быть и оранжевые, но тоже не истошные цвета, а очень гармоничные в застройке Центра города. Ждут перемены и семьи из домов, которые признаны аварийными. В Наукограде таких зданий три, на улицах Киевской и Менделеева. Новые помещения, куда переедут более ста семей, уже почти готовы к вводу в эксплуатацию. Да, это требование эконом-класса, это не элитный класс ремонта, да, но это очень достойный ремонт, и мы ожидаем, что к лету уже у нас начнется процесс переселения жителей из-за этого аварийного жилья. Важным событием 2020 года станет прекращение эксплуатации Тимошовского полигона. Произойти это должно в июле. Соответствующий приказ был подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егором Верковым. С учетом приказа министерства о прекращении эксплуатации полигона для размещения твердых коммунальных отходов Тимошова принято решение о проведении корректировки этой схемы. И в начале 2020 года эта схема будет представлена на публичное обсуждение, где Тимошовского полигона не будет, а потоки транспортирования отходов будут перенаправлены на экотехнопарк Калуга, Михали. Ожидается, особенно жителями старого города, что в наступившем году наконец-то будет решена проблема с ароматами сочистных. Ведь обещания были даны. Я надеюсь, мы полностью в марте месяце эти проблемы снимем, естественно снимем, то, что вот купол с оружием и так далее. Но до конца это технологический процесс, это ветер. Ну тут сказать, что совсем оно исчезнет. Нет, канализационные очистные пахнут по всех городах Российской Федерации. В этом году стартует очередной этап реконструкции улицы Лейпунского. Благоустройство ворот в город ждут многие жители Обнинска. Уже к февралю произойдет обновление городского освещения. На проспекте Ленина, Маркса и улицы Белкинской появятся светодиодные фонари. Продолжат постепенно меняться и схема движения общественного транспорта в Наукограде. Схемы новых маршрутов уже были представлены на суд общественности в 2019. Мы сейчас приняли вот только четыре маршрута, которые у нас, скажем так, не завязаны с вот этими замечаниями. Все остальные маршруты мы сейчас рассматриваем. Обязательно учтем все пожелания. И в ближайшее время, надеюсь, увидим либо новые маршруты, либо измененные старые маршруты. Многие обнинцы ждут и появления новой зоны отдыха перед Домом ученых площадью около четырех гектаров, так называемого обнинского зарядия, где запланированы в том числе скейт-парк, воркаут-площадка и бассейны с водой. Здесь должна появиться водная гладь, состоящая из трех объектов, и в дальнейшем появится площадь нашей зарядия обнинская. Проект сейчас разрабатывается, эскиз мы уже представляли. Это красивая площадь будет, не плац, как мы представляем себя. И, конечно же, значимым событием политической жизни Наукограда в 2020 году станут выборы в Обнинское городское собрание. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На 104-м километре трассы М3 «Украина» рядом с Обнинском построен надземный пешеходный переход. Теперь жители этой части города, а также проживающие в близлежащих населенных пунктах садовых обществ «Малиновка», «Кварц», «Маяк» и «Ландыш» могут безопасно пересекать трассу. Новый переход имеет изящную двухарочную конструкцию. Длина его 71 метр, ширина 2 метра 25 сантиметров. Художественные арки выполнены из клееной древесины. Этот экологичный материал легкий, что значительно ускорило строительство. Срок службы таких пролетных строений не меньше, чем из других, более тяжелых материалов. Пешеходный переход выполнен с учетом потребностей маломобильных граждан, оборудован двумя 100-метровыми пандусами с защитным антискользящим покрытием. Морозовская дача будет восстановлена. Начаты работы по созданию научно-проектной документации. На подготовку проекта восстановления заложены бюджетные средства. Проект дорогостоящий – несколько миллионов рублей. Он будет разработан за счет муниципальной программы развития культуры города Обнинска. Морозовская дача имеет статус памятника истории и культуры регионального значения. Это старейшее каменное здание на территории Наукограда. Оно было построено в 1899 году. В этом году усадьбе исполнилось 120 лет со дня основания. И за это время, конечно, усадьба переживала разные времена, и страна переживала разные времена и эпохи. И все исторические события, которые проходили и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, они отражались и в истории этого дома. Изначально усадьба называлась Турлики Михайловская. Построена была по заказу Виктора Обнинского, в честь которого назван наш город. Он был председателем губернской земской управы, депутатом Первой Государственной Думы Российской империи от Калужской губернии, видным деятелем Конституционно-демократической партии. В 1909 году Обнинский продал усадьбу известной меценатке Маргарите Морозовой. У нее в гостях жили и работали Александр Скрябин, Валентин Серов, Николай Метнер, другие известные поэты, художники, философы. Применение было национализировано в 1918 году и перешло в ведение школы-колонии «Бодрая жизнь», то есть первой опытной станции наркомпроса. До 1941 года здесь располагались помещения школы-колонии «Бодрая жизнь» и педагогические курсы. Но затем наступила война, тяжелые были времена, времена оккупации, здание было оккупантами осквернено. После освобождения от оккупации на этой территории расположился штаб Западного фронта. В особняке находился его командный пункт, где работали Жуков, Конев, Соколовский. В послевоенное время здание использовалось как гостиница, общежитие для сотрудников секретного объекта «В». Затем как филиал Дома культуры ФИИ. А затем практически 20 лет в этом доме не было, не велась работа. Дом находился в ведении физико-аналлитического института до 2015 года. Но последние годы в доме не было ни арендаторов, никакой культурной жизни. В 2015 году дом переходит в ведение в собственность муниципального образования города Обнинск и передается в оперативное управление Музея истории города Обнинска. В течение многих лет дом был заброшен и постепенно разрушался. Он стоял без отопления, без освещения, оцаревал. Вандалы разбили окна, двери, испортили фасад. В нескольких местах была проломлена кровля. Дом был весь замусорен. Сразу же после перехода дачи Морозовой в муниципальную собственность на территории усадьбы началась работа по ее восстановлению и возобновлению здесь культурной жизни. Были приняты срочные меры по охране и консервации объекта. Затем постепенно начали приводить здание и территорию усадьбы в порядок. В первую же осень 2015 года мы провели порядка 20 субботников. Очистили от мусора здание, укрепили кровлю, провели ремонт фрагментарный в нескольких местах, застеклили окна, укрепили двери, очистили территорию. Затем возродили здесь культурную жизнь. Вели традиции экскурсий, спектакли ко дню города по произведениям владельцев усадьбы. Организовали и в течение нескольких лет подряд провели фестиваль художников «Пленерфест». Планировали проектно-реставрационные работы. И вот тут Морозовской дачей заинтересовалась областная прокуратура. В 2019 году Обнинским надзорным органом была проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения Музей истории города Обнинска. Соответственно, в целях восстановления объекта культурного значения прокуратуры города Обнинска приняты соответствующие меры. Именно внесено представление в адрес главы администрации города Обнинска, которое 25 декабря 2019 года было рассмотрено на совместном заседании. Представление прокуратуры удовлетворено. Администрации города Обнинска разработан план по восстановлению усадьбы. Учитывая, что объект культурного наследия в соответствии с федеральным законом реконструируется в особом порядке, необходимо утвердить проектно-сметную документацию. Она должна пройти соответствующую экспертизу и в дальнейшем, с учетом финансирования, провести дальнейшие мероприятия по восстановлению объекта. По предварительным оценкам специалистов, обычно ремонт здания обойдется примерно в 50 миллионов, а если проводить реставрацию, сумма увеличится примерно до 80 миллионов. Чтобы сказать точнее, нужно выполнить реставрационный проект. Его стоимость 5 миллионов. Исполнение плана мероприятия по восстановлению усадьбы будет контролироваться городской прокуратурой. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19.00. Мы прощаемся с вами до понедельника. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на наших страницах в сети интернет. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова